Всем привет! Я сегодня проснулась в таком очень хорошем настроении, у меня такое прям книжное настроение. Я хочу читать, хочу снимать какой-нибудь читательский дневник, и я уже почти определилась, что я хочу читать. И вот еще сегодня утром я дочитала одну книжку, и мне с одной стороны хочется немножко продлить вот это вот приятное послевкусие после нее, но в то же время мне сразу хочется уже бросаться на другую книжку, потому что у меня очень классные планы летние. Я вам уже их показывала, и давайте сейчас пойдем посмотрим, что у меня там на полке валяется. Но я уже почти что определилась, что я хочу. И вот она, та самая полка с планами, Стивен Кинг у меня тут стоит мой. А вот мне кажется, что я хочу сейчас читать Вита Ностра Сергея Марины Тиченко. Так, ну я вам о ней уже рассказывала и не один раз. Я хочу сейчас максимально абстрагироваться от всего того, что я когда-либо слышала об этой книге. И я просто буду себе представлять, что это очень странная книжка. Давайте сейчас просто аннотацию прочитаем. Жизнь Саши Самохиной превращается в кошмар. Ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Окончив школу, Саша против воли поступает в странный институт специальных технологий, где студенты похожи на чудовищ, а преподаватели — нападших ангелов. Здесь ее будут учить. «Чему? И что случится с ней по окончании учебы?» Философский трактат о возрастлении и природе реальности. Аннотация максимально непонятная, максимально размытая. И, как и многим, мне не нравятся вот эти вот плашечки на обложках 14 литературных премий. Мне это ни о чем не говорит, ну вот конкретно о моем восприятии книги. Путь у нее хоть миллион премий, она все равно мне может не понравиться. Но все равно у меня ожидания от этой книги очень велики. Я прям очень хочу, чтобы она мне понравилась, и очень хочу, чтобы она сломала мне мозг. Все, я отправляюсь читать. Почитаю где-нибудь страниц, может быть, 20-30, и подключусь вам, расскажу о своих первых впечатлениях. Я все никак не соберусь и не куплю себе нормальные стикеры, нормальные закладки, поэтому сейчас вот буду выбирать наименее стремные из вот этих вот кислотных цветов. Даже не знаю, что выбрать. Пусть будут розовые, наверное. Вот именно эту книжку хочу со стикерами почитать и поотмечать всякие моментики. Ну что, я сегодня за сон ребенка, не успела прочитать. Сейчас скажу, сколько 42, по-моему, страницы. Да, 42 страницы, не густо, но как есть. И вот чего я ожидала, что было как-то сложно, заморочено. Читается просто в лед, оторваться невозможно от этого совершенно. И что еще хочу здесь отметить, это то, что за что мне нравится читать Сергея Марина Тиченко, хоть это всего лишь и вторая книга у них, мне очень нравится то, что здесь все какое-то свое, все такое родное, очень похожие ситуации, очень такие близкие типажи, которые всем нам знакомы, потому что если мы берем какого-нибудь универсального зарубежного писателя, того же Стивена Кинга, мы просто вот на скидку возьмем, когда мы берем читать его книги, нам все равно нужно поймать какое-то американское немножко настроение, представить этот какой-то типичный американский пригород, представить эти типажи, которые там присутствуют в книге, потому что все равно разный менталитет, разные характеры, на которые нужно как-то вот переключаться. А здесь у нас только родное, все такое свое, и здесь описывается Крым, потому что наши главные герои, это девочка Саша, ей 16 лет, со своей мамой едут отдыхать в Ялту на море вдвоем. И все, вот знаете, просто я в Ялте была кучу раз, и все то, что здесь описывается, это вот просто я как будто бы сейчас там прогулялась по этим набережным, по этим улочкам. В Ялте есть такая очень знаменитая улица, которая ведет прям по набережной, и там очень много художников рисуют картины с натуры, рисуют портреты, в общем, здесь тоже это все описывается, в общем, очень классно. Эти, знаете, такие, ну как сказать, ну набережные, по сути, да, где толпа народу, у всех разноцветные круги, разноцветные матрасы, все идут на море, запах пирожков, пахлава на пляже, просто офигенно. И сначала ничего не происходит особо, они ходят на море, отдыхают, но потом наша девочка Саша начинает обращать внимание, что за ней наблюдает какой-то очень странный мужчина в темных очках. Буквально куда бы она ни пошла, он везде ее преследует. И когда она рассказывает об этом своей маме, она что-то как-то говорит, да фигню не неси, какую-то ерунду ты говоришь, никто за тобой не следит, кому это надо. Вот, она говорит, да нет, ну смотри, вот мы идем туда, то он за нами. И мама подходит к этому мужчине, начинает вести с ним какой-то диалог и убеждается в том, что это самое обычное отдыхающее, ничего необычного в нем нет. И она снова говорит своей дочери, что, мол, ты, по-моему, перегрелась, деточка. Вот, и проходит опять время. Этот мужчина все-таки подходит к Саше и начинает с ней вести беседу. Он говорит ей, что, мол, ты должна выполнять задание, которое ей, типа, там внезапно. Саша в шоке такая, типа, чё, чё, ко мне вообще примотались. И говорит, нет, всё, я не хочу, отстаньте от меня. И убегает от него. Наступая следующий день, ситуация повторяется. И в очередной раз этот мужчина начинает ее преследовать. Она сбегает в какой-то подъезд, поднимается там на пятый этаж, упирается в закрытую дверь. И этот мужчина уже подходит прям буквально к ней по пятам. Она поворачивается к нему и кричит, я хочу, чтобы это был сон. Просыпается она в своей постели, в квартире, которую они снимают. И так повторяется несколько дней. Она попадает, ну вот, во временную петлю, в какой-то замкнутый сон повторяющийся. Просто офигеть, это настолько захватывает, настолько... Ты не можешь просто оторваться. И когда Саша понимает, что у нее нет выбора, и все-таки ей придется выслушать этого мужика и послушать, что же он там ей скажет, какие он задания ей будет давать. Вот тогда-то начинается самое странное, самое вообще не пойми что. Он говорит ей, что ты должна каждый день вставать в 4 утра, идти на пляж, раздеваться до гола, проплывать 100 метров до буйка, возвращаться обратно. Если ты пропустишь хоть один день, случится кое-что плохое. В общем, Саша в шоке, но ей приходится это делать. Один раз она все-таки пропускает, действительно случается кое-что плохое, и что еще вдвойне мотивирует ее действительно не пропускать вот эти ее каждодневные задания. А еще каждый раз после того, как она выходит на берег, она переодевается, и ее, как это сказать, ее тошнит, и из нее вылезают, выходят каждый раз по несколько монеток каких-то странных, непонятных, с непонятными символами. В общем, начинается просто не пойми что, начинаются странные задания. Мне очень интересно, что будет дальше. Я хочу сегодня читать максимально долго, насколько смогу, мне очень нравится. Правда, интересно, какие дальше будут задания. Мне уже даже страшно представить. Раз вот с самых первых страниц начинается вот такое. Короче, пойду читать дальше. Надеюсь, что дальше будет только круче. Сейчас буду с мокрыми волосами снимать, но ничего страшного, пока время есть. Итак, я примерно на одной трети, чуть меньше, чем одна треть, и я так сильно ошибалась, когда думала, что это будет нечто странное, непонятное, в том плане, что я думала, с самого начала будет не пойми что, а будет нечто такое вот странное. Но здесь все еще есть сюжет, здесь все еще есть структура, и вы не представляете, как сильно я каждый раз борюсь со сном, когда читаю эту книжку, потому что оторваться просто нереально, просто невозможно. Это такое классное чувство, я обожаю такое в книгах. В общем, на чем мы с вами там остановились? На том, что за нашей главной героиней ходил, родил очень странный мужчина, который ей давал разные задания, и она добывала очень странным путем монетки. И в очередной раз, когда прошло несколько заданий, он к ней подходит и говорит, «Александра, вы зачислены в институт специальных технологий». Она как бы не собиралась ни в какой такой странный институт, она собиралась после окончания школы поступать в обычный университет, и вот ей всеми правдами и неправдами нужно уговорить своих родителей, убедить их в том, что ей необходимо вот именно в это странное место ехать. А она знает, что если она не послушается этого мужчину, то снова случится кое-что очень страшное. И вот она едет в этот странный институт, поселяется там вместо общежития, и все это вроде как похоже на наш обычный мир, но там иногда происходят очень странные вещи. Например, некоторых учеников в прямом смысле иногда подглючивает. То есть она смотрит, чувак просто вот завис, в одной пузе какой-то застрял, потом проходит несколько секунд, он продолжает дальше делать свои обычные дела. Или там, я не знаю, какие-то странные тени, которые летают, очень странные, ну, как это сказать, тень, как будто бы от какого-то чудовища, которое она замечает над крышей этого общежития. Потом, что еще здесь было страшно, такого странного, стрёмного. Один раз соседка ее по комнате, что-то ее там сильно выбесило, она психанула и просто прыгнула из окна, попала в какую-то кучу листвы, потом встала и пошла дальше. У Саши такая, господи, что происходит, куда я вообще попала? И здесь из странного, из такого начинаются занятия. В этом институте учатся порядка 30, порядка 40 человек примерно, и они поделены на две группы. И они изучают здесь математику, историю, философию и, собственно, специальность. А какую именно специальность? До сих пор никто не может понять, что это такое, что это за предмет. Для этой специальности им выдают учебники, которые написаны на непонятном совершенно языке. И буквы вроде бы знакомые, но когда ты пытаешься читать, это просто невозможно. Это абсолютно абракадабрак и бессмыслица, которую просто неприятно даже читать, а их заставляют еще и какие-то куски текста заучивать наизусть. И Саша в шоке, все в шоке, у всех не получаются. Все просто находятся на грани безумия от того, насколько это сложно и насколько это невыполнимо. Потом проходит опять время, наши Саши получают индивидуальные уже задания, одно из которых, ну, например, нужно представить две сферы, одна из которых больше, другая меньше. И нужно представить, чтобы сфера, которая большего диаметра, вошла в сферу, которая меньшего диаметра, но при этом их диаметр не поменялся. Ну вот что-то такое. Я пока что все еще в восторге, и я обожаю это чувство, когда я весь день жду момента, когда я сяду и начну читать книжку. Кто-то бежит, кто-то топает. Так, ну что, мне осталось примерно одна треть. Я не знаю, сейчас буду пытаться как-то сформулировать свои мысли, потому что я думаю, что это будет тяжеловато, учитывая весь трэш здесь происходящий, но это максимально мое, мне так нравится, я буквально просто пищу от восторга. Когда мы были на экваторе, у нас началась вторая часть, и Саша, получается, пришла на второй курс. И с ней начали происходить такие довольно страшные вещи, потому что она была полностью погружена вот в эти вот упражнения мыслительные, а по расширению своего разума, все это за гранью реальности, все это происходит действительно в ее голове. И произошла такая штука, что какие-то бытовые, рутинные вещи стали даваться ей очень-очень тяжело. И это реально стрёмно, потому что она думает, например, так, надо помыть окна. Окна моют водой, я должна сейчас налить воды и взять тряпку. И она начинает плохо, как будто бы чувствовать свое материальное тело, буквально ей, чтобы пройтись по коридору, она должна держаться за стенки, чтобы не потеряться в пространстве. То же самое с дверными проемами, они кажутся ей какими-то желейными. В общем, что-то такое, и это именно из-за того, что она все время погружена вот в эти вот упражнения. Она буквально начинает сходить с ума от этого. И здесь происходит такое событие, я не буду говорить, что именно за событие, чтобы не было спойлером. И она говорит такую фразу, что я сейчас поняла мое предназначение, я поняла, для чего я пришла вообще на эту землю, грубо говоря, поняла смысл жизни. Саша, хорошо, что, конечно, что ты поняла, но я вот пока не поняла твое предназначение, я так чувствую, что мне пока что никто ничего объяснять, к сожалению, не будет. Но что сейчас происходит, это, вы знаете, если вы будете читать, то вам может не зайти в том случае, если вы не сможете погрузиться вот в эту волну, в этот поток повествования, потому что здесь действительно странные вещи происходят, и вам может показаться, что это какой-то бред сумасшедшего, и под какими веществами можно было это придумать, под чем можно еще и понять то, что здесь написано. Но если вы сможете это принять, если вы сможете отгородиться от внешнего мира, и просто представить, что действительно все так и есть, что наш мир такой, как здесь описывается, и принять все-все-все абсолютно события, которые происходят, все метаморфозы, которые происходят с героиней, то вас просто будет за уши не оторвать, так же, как и меня. И здесь вот уже начинается у меня такое чувство, оно такое, знаете, какое-то зудящее, вот это смятение, это тревога, из-за того, что мы до сих пор не знаем, ради чего она учится, мы до сих пор не знаем, какая именно это будет специализация, кем она будет по итогу, по окончании учебы, и это так тебя сильно и бесит, и так и заставляет дальше читать, 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 ни на что, не отвлекаться, не отрываться, на еду, на какие-то дела, это просто, это, я очень жалею, что я раньше не познакомилась с этой книгой, но это просто восторг. Такие у меня какие-то очень бурлящие сейчас эмоции, но по-другому я не могу их высказать. У меня действительно есть такое предчувствие, что в финале не на все вопросы будут даны ответы, если хотя бы на какие-то они будут, потому что тогда было бы всё слишком просто, и я думаю, что в финале тут будет вообще просто полёт фантазии. Конечно, здесь фантазии, воображение тренируются очень сильно, очень многие вещи тяжеловато представить, очень тяжело даже сейчас говорить вам об этих вещах, потому что нужно просто почитать, чтобы это понять, и то это будет что-то такое эфемерное, непонятное, и только вот какое-то образное. Всё, я пойду сейчас снимать видео на канал, а потом у меня будет ещё время немножечко почитать, я очень хочу прям сегодня её дочитать, и сегодня вам своё итоговое, скажем так, впечатление рассказать. Это шикарно, однозначно, это лучшая книга года уже даже на этой стадии. Всё, пошла. Сейчас просто в подтверждении своих слов зачитаю вам кусочек небольшой, чтобы вы были готовы к тому, что здесь есть. Утром Сашкина кожа покрылась хитином, а на руках вместо одного локтя обнаружилось три. Ну просто вот поверьте мне на слово, что если вам зайдёт всё то, что было до этого, до этих метаморфоз, вам захочется узнать, почему именно это с ней происходит, и на что-то ответы даже будут, как ни странно. Ну что, я вчера ночью дочитала книгу, моя жизнь никогда уже не будет, мне кажется, прежней, и как только я перевернула последнюю страницу, мне сейчас не стыдно в этом признаваться, но я, конечно же, не до конца поняла концовку, не поняла финал, и я просто не могла лечь спать, пока я не почитаю какие-то отзывы, не почитаю какую-то ещё информацию про эту книгу, чтобы хотя бы немножечко разобраться, потому что иначе у меня мозг просто бы вскипел от количества вопросов, которые у меня есть, которых стало к концу ещё больше, чем было в самом начале, и я читала, 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 и успокоилась себя хотя бы в том, что я не одна такая, кто не понял с первого прочтения всё, что здесь произошло, я однозначно буду перечитывать, я узнала, что есть аудиоверсия в начитке Игоря Князева, вот мне кажется, в следующий раз, когда я буду читать, я именно хочу слушать аудиоверсию, мне кажется, это будет просто шедеврально, сейчас опять будут очень втекаемые фразы, потому что какую-то конкретику действительно об этой книге говорить невозможно, для меня стало очень тяжёлое восприятие третья часть, это завершающие страницы, наверное, совсем чуть-чуть, 70 или 80, здесь авторы вот так сильно нагнетают эту атмосферу, нагнетают обстановку и события, как снежный ком, просто накладывают с друг на друга, и по традиции у авторов открытый финал, и вот та самая снежная лавина, которая должна была произойти и разорвать тебя просто, она как будто бы вот пшик произошла, и всё, и ты сидишь, смотришь в одну точку и думаешь, господи, что это было вообще такое, как это понимать, как теперь с этим жить, но прикол в том, что сегодня я начала читать различные статьи, я смотрю информацию про те фразы знаменитые, крылатые изречения, которые есть в этой книге, потому что вот как только ты начинаешь читать, начинаешь копаться чуть-чуть глубже и разбираться в значении этих фраз, то немножечко есть сдвиги в понимании и чуть-чуть всё встаёт на свои места, то есть если всю книгу представить, что в самом начале с первой страницы это такой огромный пазл, огромная картинка, которая целой кучей такой валяется на столе, то сейчас я могу сказать, что у меня наверное картинка собрана процентов на 35-40, я надеюсь, что с каждым прочтением картинка будет складываться всё больше и больше и будет более чёткая, это очень крутое чувство, когда ты ходишь целый день и мысленно возвращаешься к каким-то событиям, пытаешься понять всё глубже и глубже, пытаешься вот эти вот мелкие детальки соединить в картинку. Книга потрясающая, книга крышесносная, несмотря на то, что я не поняла финал, но я очень хочу его понять, хотя мне кажется, это невозможно, в этом и есть магия этой книги. Книга однозначно войдёт в топ, в топ моих любимых, в годовой топ и во всевозможные топы. И здесь обо всём на свете, о дружбе, о любви, о поиске себя, о стремлении, о борьбе со своими страхами, неуверенностями, о стремлении к чему-то большему, о стремлении к невозможному, к невероятному, об одиночестве, о творчестве, о принятии себя, о принятии своих возможностей и способностей. И определённо здесь есть какой-то религиозный подтекст, который я считала только лишь на поверхности, мне кажется, но он точно здесь есть. Короче, просто читайте, я хочу, чтобы вы тоже всё это пережили, так же, как и я. Мы с вами совсем скоро увидимся. Я очень счастлива, что я познакомилась с этой книгой и до встречи в следующих видео. Я пошла переваривать дальше. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok